что я вяжу на это лето три шикарных процесса три креативных идеи а также полезные советы сегодня в этом видео всем привет меня зовут людмила на самом деле процессов больше это лето у меня получается отвязная это только часть того что я вяжу и собираюсь вязать на самом деле процессов больше и я просто решила разделить их на несколько видео чтобы не собирать все в одну кучу ну и начнем мы с вами самого интересного это сарафан про который я вам уже рассказывала в одном из роликов где показывала фото идеи и ссылочку на это видео я вам оставлю в описании долго определялась и наконец-таки я сделала свой выбор и остановилась на этом варианте и сейчас покажу свои художественные эскизы и вот так вот должен будет выглядеть мой сарафан он вяжется сверху вниз чередованием полос не только расцветок но и узора узора я использовала два это жемчужные и лицевая гладь на самом деле сарафан не так сложен в вязание как на первый взгляд покажется здесь очень легкие узоры как жемчужные так и тем более лицевая гладь они идут без расчетов каких-то раппортов то есть на любое количество петель вы можете начинать вязать и не надо рассчитывать отдельно раппорты единственные расчеты это нужно будет сделать в самом начале прежде чем начинать вязать рассчитать свое количество петель но я вам покажу и расскажу как я это делала на своем примере уже непосредственно в самом мастер-классе и сейчас покажу что у меня тут уже получилось вот так у меня выглядят три главные линии то есть спереди и сзади и по плечам и вот уже у меня тут то есть я перешла на второй узор так и по пряжи напоминаю что это полу хлопковая пряжа от yarnart flowers здесь практически на половину хлопок и полиакрил и в 250 граммах 1000 метров очень красивая расцветка спицы я использую две штуки с короткой из длинной леской 2 миллиметра правда с короткой леской у меня идут спицы 225 просто не было двух штук одного размера ну и собственно это не критично потому что там какое-то расхождение на несколько миллиметров и это совсем никак не отличается и не отражается на самом изделии принципе короткие спицы нужны только в самом начале вязания при наборе петель и замыкание в круг я в том же видео рассказывала вам то что я такой нитью буду использовать спицы максимум два с половиной миллиметра но этот размер для меня тоже большой мне неудобно вязать полотно получается рыхлая то есть вот два миллиметра 225 даже это для меня идеально ну и собственно вижу я этот сарафан с удовольствием процесс продвигается легко и быстро и я надеюсь что скоро выйдет мастер-класс ну если не мастер-класс то экспресс либо описание подробно со сложными моментами а так как я вижу этот сарафан первый раз и трудно снимать на такие изделия мастер-классы но вы знаете что я всегда объясняю все понятно подробно и вам не составит труда связать такое же изделие в общем готовьтесь к сарафану кто хочет со мной вместе вязать а мы с вами переходим к следующему процессу я сейчас немножко поменяю здесь местами это маечка топ спущенными петлями кстати это узор из двух тех вариантов которые я выбирала для сарафана и а собственно таким образом я нашла компромисс и использовала этот и другой узор а вообще я планировала вязать какую-нибудь футболочку с коротким рукавом но так как я купила всего одну бобинку на пробу то не знаю хватит у меня нет на рукавчики но если хватит то попробую связать либо может быть даже пряжи какой-нибудь надвяжу либо это будет просто короткая такая маечка топ но и без вот этих вот бретелек узких лямок а такой закрытый будет перед то есть два прямоугольника я надеюсь получится у меня такая короткая свободная маечка вот она такая широкая это стопроцентный хлопок очень хорошая итальянская стоковая пряжа мне она понравилась и еще я немного добавила тонкой совсем хлопковой нити в полоски вставила здесь два узора спущенные петли и платочная вязка вяжется тоже очень легко и все подробно я вам покажу мастер-классе так и переходим мы к следующему процессу о этот процесс у меня вообще такой размытый и не до конца не решенный поэтому я хотела спросить ваше мнение вот такие красивые я приобрела хлопковые моточки и когда покупала я уже знала что у меня будет маечка полосатая хотела вязать простенькую с столбиками с накидом не хотела слишком что-то сложное потому что у меня достаточно много процессов но потом передумала вязать узор и решила вот использовать такое кстати есть на моем канале подробный мастер-класс на этот узор ссылочка будет под видео и многие хотят связать ту модельку которая на превью находится в этом видео но там немножко по-другому вяжется более сложные конструкции то есть там идет вязание по кругу с самого начала вывязывается кокетка в общем там немножко как-то нужно по заморачиваться и ну я пока не готова и решила просто использовать этот же узор но так более по простому он очень очень легко вяжется тоже так быстро прям на одном дыхании хотя на первый взгляд кажется очень сложный только вот здесь есть небольшие такие проблемы нюансы для начинающих но я вам тоже обязательно все это расскажу и покажу как переходить и вот с этих вот лямочек и уже дальше вязать отдельно начинаете вязать и соединять но дело не в этом значит довязала я вот проймы тут еще хотела дальше продлить но у меня процессе вязания появилась как всегда опять новая идея и уже боюсь своих новых идей потому что иногда их так много в голове что у меня получается каша и мне трудно определиться и тут так получилось что у меня рядом лежала такая вот типа футболочка туничка черного цвета просто из трикотажной ткани и я когда образец положила и мне так понравилось как сочетается именно этот цвет зеленый с черным и мне сразу пришла идея почему бы мне не скомбинировать вязание плюс ткань кстати давно уже в эту рубрику ничего не выкладывала ну да ладно так вот я хочу оставить этот же узор и вот модель перед и спинка так как она и есть только продолжить еще немножко ниже проем провязать и дальше уже пустить ткань и вот у меня возникли сомнения именно из-за цвета то есть черная ткань она будет преобладать то есть сарафан будет в пол и не будет ли это слишком темным для лета в общем мне не получается определиться смотрите давайте так как вы решите так и будет в общем два варианта какой вязать лучше маечкой полосатой оставляем либо мы комбинируем вязание плюс ткань пишите в комментариях да кстати я вам не показала узор ближе это узор крючком называется волны и с изнаночной стороны вот так выглядит ну и собственно то что я хотела в первой части показать я вам все показала рассказала в конце хотела бы сказать возможно вы это видео уже смотрите позже и готовы на все эти изделия мастер-классы поэтому не забывайте заглядывать под видео в описании если есть мастер-классы значит я там оставлю ссылочки ну а на этом все рада была поделиться с вами новостями жду вас всех на мастер-классах всем хорошего настроения и до новых встреч пока пока